Здравствуйте друзья! Пока готовится видео продолжение об экспериментальном ноже, одолжил у соседа немного алюминия. Лист толщиной 8 миллиметров. Купил на черметине ржавейку, нашел в закромах алюминиевый радиатор и сделал его ровным и плоским. Наждачкой добился максимально возможных ровных поверхностей. Согнул нержавейку и заварил края электродом для сварки нержавеющей стали. Никогда не пробовал, но вроде все нормально зашло. Просверлил и нарезал резьбу М5 для крепления. Недавно пришли заказанные элементы Зебека ТЭП-1-142-Т300. Это не элементы пельтье. Они предназначены именно для выработки энергии при разнице температур поверхностей. Соединил их последовательно с термостойкой-термоусадкой. Посадил их на термопасту и вывел в силиконовые провода. Припаял поднижающий преобразователь на 5 вольт под USB. Немного доработал нержавеющий короб и сделал для более наглядных испытаний небольшой стенд с двумя термодатчиками. Ножом из прошлого видео набил дровишек. Все подготовив, подключил датчики и налил немного воды для охлаждения. Разжег огонь. Элементы рассчитаны до 300 градусов Цельсия, но люди поговаривают, что 220 градусов и в пике до 260. Не стал рисковать? Использовать без хорошего охлаждения совсем не рекомендуется. Синий и красный термометры показывают температуру воды и радиатора. Они всегда почти не различаются. Подключил заряжаться телефон. Было около 50% заряда. Дальше пошли другие полезные потребители. Достаточно мощный 10-ваттный фонарик и MP3 плеер. Все режимы. Собрал маленький MP3 плеер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под нагрузкой 8В. Под нагрузкой 8В. Субтитры сделал DimaTorzok Испытания длились примерно около 3,5 часов. Или горячий чаек. За это время телефон зарядился до 100%. Громко и хорошо работал MP3 плеер. Отлично работал мощный фонарь. Просадки напряжения. Скорее всего из-за не очень хорошо подобранного понижающего модуля. Но другого к сожалению не было. Не забывайте ставить лайки. И спасибо вам, что вы делитесь с друзьями моими видео. Думаю им тоже понравится. Спасибо большое за просмотр. И до новых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok